все стоп старт сделал поехали понемножечку все стоп Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, одна такая из самых жестких пар, еще Стрэндж Минат, есть такая Блайка, Стрэндж Мината Коуфренд, Арктур Скиллос. Ну что же, по уровню игры, наверное, это одна из топовых пар, потому что здесь оба претендовать могли бы на победу в турнире, играя в сетке. Ну вот... Продолжение следует... 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 СССР готов! СССР готов! Ну что, ребята, реперочек заказан. Пласяж в чатике оказался. Почему армор намутан? Ну, потому что сейчас много юнитов слишком. Сплэшевых у тирана и там либератором дэмэдж понизили, всем понизили, армор еще больше решать стал. И марики дэмэджа меньше носить будут, типа для харасса. Ну, СССР. Спорный очень момент, все. Спас, заказав спорг, углая рабочего. Мук делается лингом, все хорошо. Рабочие на вторую переводятся. Третью хату углая уже заказывает. Карта Daybreak, между прочим. Ну, кому как не кассу эти карты знать. Он играл их тысячу раз, тысячу времени просто. Что она у нас есть? Ну что же, у кассы 4 гелика, ещё 2 будет, 6 очень скоро будет. Блай тут 4 лингов приводит, больно лингам делает касс сейчас. И Блай, нечем ответить, посмотрите на гелика. Касс заезжает и начинает просто жечь. И касс как никогда не жёг, не по-детски, короче. Хорошо, касс идёт, нафиг лингов он идёт, непонятно, правда. Слог бы дронов. Ну 6 нажёг уже, и лингов немало нажёг. Выгодный достаточно врыв для кассы, считаю я. Так, здесь ещё 2 гелика стоят. Блай пытается их окружить, пока думал, пока лингов собирал кучу, касс уже уехал геликами. Не получилось у кассы хэппи врубить. Ну хорошо, пока касс всё делает. Сколько дронов в сумме убил? 9 убил дронов. Вот, это, кстати, либератор на мэне убил 3 ещё. Вот он здесь вот глочил, но улетел уже. В это время викинг ещё овера собьёт. Здесь стим у кассы. Добавляются бараки, сейчас реакторы пойдут. Да? Продолжение следует... 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 Так, касс сверху Четвертую новенькую базу Блайя убивает ГГ, Блайя писет, принял бой криво И касс развалил Там 3-3 уже подъехали Вообще жестко развалил 1-1, ребятки 1-1 В паузе между матчами Доперекушу я немножечко здесь В паузе между матчами 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 конечно дживадан ну бывает оговори оговориться это бывает игрок из наактива ученика скалит во-первых блани ученик скалит во вторых на данный момент каст такой не актив су сыграл наверно тысячонку игр за последние за последний сезон а то и больше если минка бьет в область да если вы так только что вот я о чем говорил так как раз такой момент и был минка стрельнула в мутку блаем а снизу были бэллинги и бэллинги погибли снизу как их шторм короче мутка бьет и земле и по воздуху игрок приостановлено Так, что-то случилось. Игра возобновлена. Ну что, касс? Рипер факт, рипер ццщиков факта билд у касса. Блай стандартная хатка. Ну что же, будет Блай что-то элегантное нам показывать или нет? Вопрос хороший. Так, прошу прощения, чайку подолью сейчас и продолжим комментирование. Пока ничего не происходит, потому что рипер движется и 6 лингов Блай заказывает. Но Блай, в общем-то, такой игрок, который всегда делает 6 лингов. Вот стандарт, это 4 обычно, Блай делает 6, как бы. Блай делает 6. Буква на тщебе, дайте совет начинающему Старкрафтеру. У меня советы простые всегда. Тренируйся много, не гори, не пригорай. Смотри реплеи крутых чуваков. И смотри реплеи свои, когда проигрываешь. Все. Тренируйся. Так, ну полетал каст, рипером вообще ничего не убил. А у Блай Анидус. Ой-ой-ой-ой-ой, Блай ты Блай, что ты творишь такое? Ну каст такой билл, кстати, против которого Нидус достаточно эффективен, может быть, обратите внимание. Но где он Нидус-то? Не вижу я что-то его. Блай, что, забыл заказать? Пошел Нидус на второй базе. Так, здесь, а здесь Викинг Овера сбивает. Куда Нидус делать, Блай, а некуда Нидус сейчас пилить будет. А потому что поставил бы пораньше, смог бы с этого Овера запилить. В итоге придется лингами бежать подсвечивать, и только тогда Блай Нидус сможет сделать. Но, куда он Нидус-то? Если на лоу-граунд он напилит, то Кас на ХГ сможет отбиться. Вот в чем прикол. Кас, и стеночка тут. Так, Оверсир вперед полетел. Ходит Блай и шатает, короче, запоздалая Нидус будет у Блая. Здесь уже Либератор, у Каса уже стим будет, через 20 секунд готов. Короче, как раз к Нидусу, кстати говоря, но Мариков маловато. Все, Нидус на мейн попер, надо Либератора прямо сюда раскладывать, Мариков подводить и мимки копать. Циклонов, так, Гиллионов вернуть можно, да. Кас, я мой, вообще. Я не знаю, как так можно мертвого отыгрывать. Тебе идет Нидус, ты минку просто Оверсир разбиваешь. Законтролил бы нормально. Но при этом всем Либератор распаковал всех королев. Не знаю, только Роучи остались, только Роучи в итоге. Армари как не было и так и нет, я так понимаю. Либератора надо перераскладывать сейчас. Либератора не перераскладывает, в итоге. Кас. Это большой косяк. Минка самому же дэмэдж. Касу нанесла. Ну, Блайва был бы не Блайв, не сыграв ни одной игры, хотя бы с Нидусом или чем-то таким. Ну, Кас отбивается здесь, но... Че-то парабам, 36-17, но... У Каса-то 30 цехи, у Каса просто немерено на самом деле. Мулов и у Каса все нормально еще. Сейчас, если Роучи даже выпрыгнут, они сразу просто огребут вообще. Блайв даже ничего не высовывает сейчас из этого Нидуса. Не вылезают просто ничем. Четыре минка вперед полетели. Раз-два. Копаются минки. Особо Блай не сплетанул. Тут Роучкац еще и Медивак спалил. И здесь две минки копают еще. Минус овер. Так, ну, шесть дронов погибло. Минки кдшатся. 29 секунд до кулдауна полного. Оверсира на второй базе не наблюдается. А Блайв спорку с мейна перекапывает. Но пока она сюда идет, минка закадешится, ребят. Ей только три секунды копаться с порки. А ведь еще надо будет выстрелить Роучем. Семь дронов. Каз еще выбивает просто-напросто. Шпиль видел. И еще выход идет дожимать с Либераторами из Био. Плюс три барак. Третий секунду уже на лоу-граунде есть. Тейлстрим забыл. Надо запилить, да, на Тейл, если забыл. Черт подзабыл я. Ну, это 2-1 касс, скорее всего. Что-то, да, как Блайв разорвал просто касса в первой игре. А дальше как-то... Хотя, подгодите, смотрите, Блайв фаербулами два Реводжера. Два Либератор, точнее, за раз выбивает. Сейчас на Тейлстрим запилю, пока касс здесь дропывается. Ну, один медилак уже погибнет, будет не уйти. Все, запилил. Мимо фаерболы прошли, прикольно сейчас. Улетел на халяу касс. В 1-1 доделывается там Арморе. Рабочих больше, лимита больше. Третий уже четырьмя мулами добывается, плюс рабы. А у Блая вообще третья не добывается. Нисколько, нисколько. И дроп с двумя минками попер. Еще один дропчик на амейн от касс. Копаются минки. Блайв пытается зафаерболить. Ну, один медилак зафаерболил, но второй-то улетает. Нужен оверсир, чтобы это все увидеть, отбить. Так, вторая атака у кассы делается. Пока по лимиту вперед не удается кассу серьезно вырваться как-то. Минка жахнула еще раз. И вот эта может тоже успеть жах. Четыре-три секунды остается, ребят. Блай забыл, что ли? Что здесь минка? Еще четыре рабочих минуса. Блай не видит, где именно минка находится. Смотрите. Он кидает-кидает фаерболы, а минку не убивает. О, прикол. Пытался спорку заказать и спорку не заказал в итоге. Одного роуча стреляет, а минка еще раз жахнет это. Жесть-то какая. Смотрите. Прикольная минка получилась. Минус спорка. 10к сдропнулся прям роучем на голову и развалила при этом всем. Развалила королеву. Ну, это 2-1 кассус. Теперь точно. 48-18. 2-2 доделываются. Минка там настреляла. Просто немеряно рабочих. Фаерболами другу сбивает. Лай. Сейчас еще давайте дроны сюда в стэк приедут. Для прикола самого главного. От этой минки нет. Столько они не приезжают. Но один из дронов минус. И так, и так. Просто гигантский прирост у кассы. Он вот, что у кассы не хватает, иногда реально издавна. Вот, я ему давно об этом игре. Он до текания в бой не ведет. Он как-то один раз пробовал его делать, как бы вот натреница такую. Там ставил до текания. Он частенько прирост. Подгрызали там в тылу. Он что-то опять перестал это делать. Хотя иногда для тиранов это ключевой момент вообще. Как бы, ну, то есть, когда ты победил, поставить точку сбора и давить сильными подходящими вновь и вновь. Так, у кассы четвертая уже. Пятая база ставится. Касса идет давить. Здесь очень много инфестров накопилось. Двойной задроп на мейн. Поперся с стороны кассы. Фаербольт с нами делал. Здесь Роучи. Закопано угла. Они с подземным мумом уже. Что-то с этим новым скином Роучи. Блин, непонятно. То есть, как бы, с обычным скином видно четко. Есть хор. Есть щипы. Значит, подземным мумом. Если нету, так нету. Значит, здесь и не видно, поэтому скину ни хрена. Мы, Алик, там третью раскрашили. Здесь отдались. Тут на третью тоже отдали. Но... Но это все. Но Блай не сдается. Блай любит до конца гейминг в последнее время демонстрировать. Что-то Блай там заползает по всем направлениям. КАС прям через Роучи полетел. Ну, вот я когда вижу, игроки вроде, проигроки, которые тренингска, такую хрень делают. Мне постоянно возникает вопрос. Как хватает ума просто? Ну, нахрен ты летишь в медиваке, у которого 20 пэду в дроп. КАС-185 продакшн. Есть по 10 марика, по 2 мародера. Так, 3 медивак на мейн. Блай пытается попринимать. Один вот здесь вот. В принципе, если разгрузиться на ХГ, можно и с этого понапрягать. Устанавливает хатку. Лай понимает, что ее отменят сейчас. И отменяет сейчас. Сам ее, чтобы КАС не отменил. Короче, здесь за дроп на мейн идет. Можно и хайф даже с фокусить. Сейчас легко. Тем более демидженый уже был. Да, КАС хайф и фокус. Сейчас еще и ГАС-ка атаковать. Так, здесь выход от КАС идет. Мехот пусточайший словил. Но даже не все с фаерболов юниты погибли. Похоже, что теперь Блай точно не отбится. На мейне падает весь продакшн ключевой. Блай отступает. Там инфестермен накидал. Инфестермен под танки. Так, 124 Блай не сдается до конца гейминг. Сейчас Микозами говорит, что убью тебя и выиграю. Но нет. Ответ здесь КАСа не убьешь. Построит новую юниту КАС просто. Победа КАСа, ребят. Что-то прям душно. Сейчас окно открою. Штаны переодеть уличные. Что-то я забыл сделать давно. Еще. Так, выхожу в воду. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Вы можете поддерживать меня и мой канал по реквизитам в описании через плеер. За это я всем очень-очень благодарен. Также на премиум подписывайтесь и адлоки отключайте. Погнали смотреть игру. Слайфокус, я не знаю, там Мэджик зовет. Вообще не слежу за этим моментом. Пусть ему пишут в чатике как бы. Ну а низкая следовательская станция, интересная карта. Сейчас странно, что Кас не ССП первого здесь играет. Он решил через Рипера сыграть. Риперочек прыгает на ХГ. Начинается Харас. Ну так, что, подрезал лингов хоть одного. Маукас. Поконтролил, полетал. Третью хату видел? Да, видел третью у Блая уже. Ну, кстати, здесь такая карта, что врываться можно просто со всех сторон с темпаченными мариками. Можно и в тыл тут разгружаться на вторую базу. Можно и на третью врываться, и на мейнтейл летать. Но нужно полететь так, чтобы не видел Блай. А у Блая, между прочим, вот это направление вообще ничем не контролится, что самое интересное. Тут Блай, очевидно, понял, что Старкор, что это Стимариков передроб будет. В то время Кас пытался обзора сбить не сбил. Ну, и сейчас дробчик полетит, ребят. Кас пытался обзора сбил. Нет, сегодня одна четвертая будет. Четыре бо пять, это и так много, на самом деле. Я думаю, что заиграем. Ну, после этих матчей с победителями свяжутся, в общем-то, изорты. И уже будет обсуждение. Я предлагаю завтра после двух УСК доиграть. Вот, то есть ориентировочно в 20.00. Может, чуть раньше. Так, Кас приходит на Стиме. Рипер прикрывал Маликов. Ценой своей жизни прикрыл. Блай дрончиков выводит вперед. А Кас что-то прибеднялся. Может, раскликаюсь там к решающей игре. Блай не фокусит... Блай королевами не фокусит медиваков. Медиваки, простите. Ну, это же бред вообще. Медиваки фокусить, это ключевой момент вообще для королев. Почему? Потому что они дают просто ХП Маликам. И они сейчас не гибли, и это было жестко очень. Так, бустит медиваки, Кас полетел вперед. Один позже забустил, он вперед вырывается жестко по сравнению со вторым. Но Блай здесь примет этот дроп. Блай, кстати, отстроил рабочих очень-очень хорошо. То есть, у Блая... У Блая восстановлена, фактически, экономика. Но боевого лимита поменьше. Кас тут тканет, стимпатчится. Крипы учащает. Но Блая немало крипа, на самом деле. И то, что криптумер есть на базе, на второй, тоже очень круто. Можно сейчас еще сюда его протащить. Обратно так, чик-чик-чик-чик. И сюда спрыгнуть и вниз тащить вообще. Но это в идеале, конечно, должно так делаться. Так, 113 касс, 95 Блай, ну парабам, Блай. Блай в преимуществе сейчас хорошим уже встал. Он делает по катушке Беллингом, он делает шпиль. То есть, в этот раз у Блая он восстановил экономику. Если будет продолжать в том же духе, в принципе, у него все нормально должно быть. Потому что на крипе придется кассу драться. А у кассы сплит не самый лучший, да, как бы, момент в его игре. При этом всем 2-2 зерговские в 1-1. Тирановские. То есть, это провал. Но нужно ли Блай до грейдов еще куда-то ломиться? Нет, конечно, не надо. Здесь вот Блай, посмотрите, сколько ресурсов. Напили, раз, вот этот перекопай сюда. Здесь 2-3 спорки и 2 бледки за ними. Все, здесь уже будет, как бы, будет выигрываться время. Постоянно, как бы, ну, на приход союнитов твоих. То есть, не будут сразу рабочих убивать. Так, лагает. Ребят, не знаю, в чем дело. Так, не знаю, что там лагает. Стримов много, но вообще Гудгейм такую нагрузку сейчас изи выдерживает. Может быть, какие-нибудь там футболы начали турки стримить или еще что-то где-то, я не знаю. Так, 140-44 уже. Четвертую Блай надо раскачать. Четвертую даже не пытается раскачать Блай. Это ошибка. Блин, ну такие ресурсы запилить в стационарке вообще. Ну, есть резервные плееры, ребят. Твичи, одноклассники, кому интересно. Это можете заходить туда, если прямо жесткие лаги. Я думаю, что это Гудгейм, это точно не у меня, потому что у меня все замечательно идет, вы видите. И игра, и везде. Хотя Пинг-65 высоковато для Европы, что-то. Так, дум-дроп от касса на золото он дропается. Не полетел почему-то в Лая туда на вторую. Ну, касса тоже почти 200. Заруба сейчас будет жесткая. Спасибо за информацию. Ну, я отписал в конфу, как бы я хоть не успеваю от Блай ничего здесь взорвать. А мог бы быть идеальный взрыв по Марикам прямо. Ну, это бы, ну, упустил свое счастье в Лай, как говорится. Здесь Планетарка на четвертый, причем кассу есть еще чем отбить. Касс на третий собирается бой принимать. Здесь Тим Планетарку Изи отобьет кассу. Хотя Лингев сколько, что они Мариков погрызли. А Мародеров вообще легко сгрызут. Спасибо, Хим. Здесь Дум-дроп проходит на вторую. Но мутка Лингева принимает. По это время касс давит четвертую базу. У Лая больше, лимита резко становится. Ну, где этот лимит весь? В чем он вообще у Лая? Так, а вот мутка возвращается сюда. Надо отбивать четвертую. У Лая решил, что слить ее лучше. Ну, не знаю. У Лая 3-3 заказана. Сейчас будут инфесторы. Мехоза будет много. Нельзя кассу давать соединить армию свою вообще никаким образом. Разбирает Блай Медиваки. Разбирает Блай Касса здесь уверенно. Заказывает четвертую на центральной. Здесь тоже восстанавливать будет. Спасибо за инфу. Ну, у кого-то норм, у кого-то не норм. У Касса просто невероятная добыча идет. 4К минералов почти 3 800 прыгает. За счет просто 6 мулов на четвертой базе. Ну, Касса, как пока, экономика жесткая. Блай Ультру делает. Я хочу посмотреть новую Ультру, короче. Что я еще не видел в новом патче? Это новую Ультру. Их два армора родных. Вот они. Так, уже 4, да. С нулем надо. С нулем нету. Кручь, 7 армора ультры, а не 8 всего. Вот. И еще я не видел еще, как выглядит Грейт на Блинк Даркам, пока я Блинк Дарков. Ну, когда-нибудь мы увидим. Оба плеера лагают для Твичи. Ну, рестрим тут с Гудгейма идет, в принципе. Давай, удиви меня! С трудовым подвигом готово. Ребята, пишите. Ну, вот все, я напишу в конфу, как бы, реакции нет никакой. Все, Миша стримит. Все работает, как бы, у Майкера главное. Все нормально. Я не знаю, в чем дело, без понятия. Видите, участие не лагает, участие лагает. Может быть, это проблема на линиях какого-то провайдера, на котором люди сидят. Я с УЗ пробовал. Так, ультры уже много реально. Блай, и здесь Тор один у Каса, но он без грейдов абсолютно. А здесь 3-3. У Каса забыл про 3-3 на 2-2. Пытается убиться. 180 на 150. Кажется, Блай потащил. Блин, реально это четверть финал. Достойные финалы игры идут здесь. Просто жесткие. Так, забегаю от линги, возгрызаю от Блайда. Прирост Каса очень неплохо. Здесь с юниты вернулись сейчас. Здесь ультрал один что-то заблудился, зашатали. Все, пошел замес. 5-3-7 всего. О, ультрала армура. Здесь минки падают. 109 на 150. Здесь лингингис погибли. Но пора уже топить Аклик в пол. Блайд убивает четвертую планетарку. Вот эту и заходить, короче, на второй. Так, Блайд на планетарку решил. Да, решил на планетарку пойти. Растоптали ее. Как какой-то унитаз вообще. Как туалет вообще, я не знаю. Поле стоящее отдельно. Вот. Это печаль. Пацаны, не знаю, что с лагами делать. Мне никто не отвечает. У меня ничего нет. Ни дропов, ничего. Поэтому лагать не должно, как бы, по идее. У меня вкладок много открытый. Я сейчас все закрою. Так, одну вкладку полезную закрыл очень. Закрыл все абсолютно лишнее. У меня тоже лаги идут, признаться честно, ребят. И в Скофлайн теперь это тоже Ростелеком. Поэтому это, походу, Ростелеком. Что-то там, я не знаю, косячит. Посмотрите, что на других стримах люди пишут. Лагают у них или нет, как бы. Тяжело унитаз растоптать. Мастер топтания унитаза в чатике. Помните, в нашем чатике вы можете найти экспертов по каждому делу. Так, секундочку, ребят. Так, секундочку, ребят. Так, все я здесь. Хим, купил прем, лагов больше нет, говорит. Ну, братан, с меня причитается за рекламу, пацаны. Премиумы, конечно, они решают. Потому что премиум это отдельный сервер, как бы. Но, по идее, хз, у меня тоже лаги, на самом деле, на высоком сейчас. Вот, отдельный сервер. Не знаю, будем надеяться, что отфризит. Короче, какая-то хренотня там, в общем-то, с лагами была. Ну, вроде так, на гудгейме нагрузка ж серьезная, но... Ну, не настолько, чтобы прям там лагало все дико. Ну, что, ребят, игра четвертый финал достойная финала Старлайна нашего. По-любому я об этом вам уже говорил. Вот, и посмотрите, что делает хитрый касс. Так, это два барака из центра. А почему два-то их всего? Два барака из центра. Это реально мало, как бы. Причем на такой карте, на которой лететь в разведку, просто невероятно быстро можно. Так, ксм кьюет вперед. Так, ксм кьюет вперед. давай лаги, слушай, не знаю я, короче, не знаю, что делать, три бункера ставит касс, причем это в стеночку пошло все, может быть, касс рассчитывал, что Блай не ожидает такого расклада, вот, здесь прибегают линги, дома есть стеночка, все это будет вычинено, соответственно, что будет делать Блай, но сейчас, слава богу, лотв, ни вол, ни хоц, и у лотв есть такие ребята, как реведжеры у зергов, поэтому даже если эта хата погибнет, просто можно запилить реведжеров, фаербулами рано или поздно эти бункеры выбить, лучше рано, конечно, потому что если поздно, тут уже факта будет и танк, а танк сейчас нормально наваливает новым патчем, вот. так, накидывается Блай на КСМ, выбивает две, пока были брудлинги живы, так, тут касс суперконтроль, демонстрирует мариками, пытается плетку подрезать, Блай, куда ты роучи-то повел? Вот дает. Сейчас из этих точно нужно реведжеров пилить роучи. Так, минус КСМ. Один падает, наконец-то, в бункер, все, плетка не достает больше не до других бункеров. Нужно фаербулами теперь выбивать. Проблема в том, что у кассы уже, да, факта готова здесь. У него сейчас будет старпор заказан, будет танчик стопудовый. Я не знаю, почему касс не хочет, хотя здесь одного марика явно мало, чтобы четырех лингов отогнать, да, этих надо штучек три отводить, получается. Потому что можно двумя, конечно, раскайтить, там, четырех лингов, но нужно и здесь контроль и чинить, и там кайтить, то есть успеть увести. Успевает касс увести мариков, вот, ну, сколько из них до дома дойдет я хз, потому что реведжеры есть, Блай. Касс правильное абсолютно решение принимает на отступление реведжеров попилить, потому что мариков, он подумал, все ли они уйдут. В итоге они вообще не ушли, а реведжер это только одного он забрал из этих. Здесь есть бункер, в котором никто не сидит. Бедный, бедный бункер, в котором никто не сидит. И который ничем не может тирану помочь, просто эта печаль полная вообще. Фаербольчики по танчику пошли. 55 кп у него остается. А еще один фаербол, и для Блая это могла бы быть даже победа, я думаю. Почему? Потому что, прикиньте, вот уже сейчас ситуация выравнивается для него по экономике, по рабам. А если бы погиб этот танк, Блай бы в стопудово пробил бы эти депошки. Почему? Потому что эти пацаны никак вычинивать их не дадут. Вот они и так-то клуб граунда нормально здесь наваливают и фаерболами, и дэмэджем. 6 ринжа у реведжеров. Ну, вылетит банша, сейчас отгонят. Отгонят, да, с реведжеров этих. Три депошечки, минус ксм, 31.55 по лимиту по общему. Парабам, чуть ли не двукратное превосходство Блая уже, 32.18. Вот. Так, королева, погодите, а что лэр-то будет? Как Блай собирается банши шатать, я чуть не понимаю. Цехи у касса нет, касс пошел в дальнейшую лын. А, тут, кстати, тут мутку-то и не выйти будет. Блай ищет, где же, где же прокси? Он понимает, что прокси делал касса. А откуда он делал их? ХЗ, короче. В итоге прокси не нашел, а это очень плохо. Хотя, с другой стороны, если бы нашел, то и банша бы увидел, и реведжеров по руб. Точно здесь не ушло бы, скорее всего. Криптуморов у Блая очень-очень мало. Это плохо, ему нужно, чтобы крипт здесь был, чтобы хотя бы виджен элементарный был. Он увидит танки, когда они уже сюда под это раскладом разложатся. Ну, тут плёточки, спорочки у Блая. Две спорки. Три спорки, нафиг ему три-то спорки. Ну, можно перекопать плётку сюда. Сейчас она затанкует пару залпов танков. Потом королевами-реведжерами идти вслед выбивать. Нельзя вот так вот давать волсаду взять. Потому что сейчас Либератора здесь... О, ё-моё, какая жесть вообще. Сейчас ещё и Либератора здесь появятся. Сборки от Блая идут вперёд. И пошёл Блая, как только вот уже Либератор подлетел, глян. Выбивает фаерболчиками один танк. Здесь плётка пытается перекопаться. Трансьюз, я вижу, там на королеву упал. Ну вот, касс подошёл к рампе. И фаерболами Блая достаёт до танков. Танки все выбиты. Нужно ли ломиться на Либератора? Да нужно уже ломить, что с ним делать? И в итоге однобазовый касс остаётся. И, конечно же, это провал для него. 3-4-8-2. Это поражение. ГГ пишет. Касс в напряжённейшей серии. Просто касса выбивает, короче. Пуск офлайн. Да, его Ростелеком выкупил, насколько я знаю. Ну, я не уверен. Танкист. Я не знаю, я могу сделать стоп-старт, ребят. Может, это чем-то поможет. Но тогда вам придётся полторы минуты подождать. И запись будет разбита, как бы. Ну, давайте я сделаю, как раз вот на матч кончился. Вдруг это поможет. Лагов станет меньше. Ждите. Сейчас, короче говоря, через полторы минуты стрим закончится. И потом поднимется через полторы, короче. К тому же задержка 90 секунд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok